За время существования школы, а существует она на поселке Северный, 75 лет, произошло много перемен. Но школа неизменно делала главное. Приобщала к знаниям, учила жить, мыслить, трудиться, быть гражданином и хорошим человеком. История школы в последние 15 лет тесно связана с кадетским движением в нашем образовательном учреждении. Хотелось бы рассказать о тех, кто стоял у истоков этого замечательного дела. Закревская Элеонора Иосифовна. Заслуженный учитель Российской Федерации. Отличник народного просвещения. Будучи начальником отдела образования Держинского района, совместно с командой единомышленников, бывал в самых истоках возникновения кадетских классов. Уважаемая Элеонора Иосифовна, в юбилее кадетского движения школы нас интересует, как возникли кадетские классы в нашем районе. Во-первых, я очень рада, что вы сегодня берете у меня интервью в нашем замечательном районе-музее истории развития образования, где определенная страничка отводится к кадетскому движению школы номер 13. Начиналось это все в 2002 году. По рекомендации Городского совета безопасности мы решили создать у себя в районе на базе двух школ кадетские классы. Предложено было второй школе и тринадцатой школе. В то время это была необходимость определенная и с целью занятости детей, с целью развития у них гражданско-патриотических начал и чувств, с целью подтянуть дисциплину, поведение, справиться со всеми правонарушениями, ну и получить, конечно, определенное развитие и познание в области правовых знаний. За лето 2002 года, уже к первому сентября, в тринадцатой школе открылись первые три кадетских класса. В нашем распоряжении было всего одно лето. Ваш директор Лариса Николаевна Шевелева легко согласилась с этим предложением, и все лето было посвящено подготовке к открытию классов. Учителя поехали в командировку, в города, где уже были открыты кадетские классы, посмотрели, что это такое. За лето ознакомились с массой литературы. Ну, какие были трудности? Трудности были финансовые, конечно. Но мы с ними справились, потому что мы этого очень хотели и чувствовали в этом глубокую необходимость. И мы не ошиблись. Я видела ребят тринадцатой школы в разных ситуациях. Я хорошо знакома с педагогическим коллективом, с руководством школы. И школа отдалена от центра. И есть там помощники в лице химического завода «Планта», помощники в лице Дворца культуры «Космос», помощники в лице спортивного комплекса «Алмаз» и так далее. И главное, я почувствовала в том, что мы с этой школой сможем это большое дело сделать. И необходимое на тот момент. Но оно нашло сегодня продолжение. Оно, конечно, во многом изменилось, приумножилось. Но, тем не менее, мы не ошиблись в выборе вот этого направления работы. Оно просто, несмотря на то, что и другие там направления работы есть, но вот это направление придало какой-то новый импульс в работе школы. Шевелева Лариса Николаевна, почетный работник общего образования Российской Федерации. Уже более 20 лет является бессменным капитаном нашего образовательного учреждения. 15 из них она посвятила кадетскому движению школы. Благодаря ее видению будущего, желанию помочь детям в определении жизненного пути и просто материнские чувства к судьбам своих учеников позволили открыть кадетские классы милицейской направленности с углубленным изучением основ безопасности жизнедеятельности. Начиналось все в далеком уже 2002 году. Тогда, при главе города Гиденко Николай Наумович, на Совете Безопасности было принято решение о создании кадетских классов на базе любого образовательного учреждения. В районе предложили именно нашей, 13-й школе, попробовать решить эту задачу создать кадетские классы на базе образовательного учреждения. В июне уже был издан приказ по управлению образованием о создании трех кадетских классов на параллели 7, 8 и 9. Идея эта, в общем-то, меня очень увлекла, потому что я видела за решением этой идеи возможность разнообразить школьную жизнь, увлечь общей идеей, наполнить жизнь детей интересными и полезными делами. Эта идея нашла поддержку и у главы администрации Дзержинского района Упорова Геннадия Емельяновича очень поддержала, начальник управления образованием Закревская Еленора Иосифовна. Понравилась эта идея и директору химического завода «Планта» Хараскину Владимиру Петровичу, который тоже оказывал всяческую помощь в создании этих классов. Трудно было абсолютно все, потому что классы создавались, можно сказать, на пустом месте. Не было ни нормативной базы, не было никакого материального обеспечения. Все было основано на голой идее. Надо сказать, что меня очень поддержала семья. Подполковник милиции Шевелев Евгений Павлович, тогда начальник цикла административной деятельности школы милиции, сын капитан милиции, тоже помогали мне решать практические вопросы. И вопросы создания формы, приобретения материалов для этой формы, создания нормативно-правовой документации, положения кадетских классов. Абсолютно все приходилось разрабатывать самостоятельно. И если бы не поддержка педагогического коллектива и социальных партнеров, вряд ли это бы, конечно, получилось. Мы остановились на кандидатуре Валентины Ивановой Челимовой. Как очень ответственного человека, которая могла бы помочь нам в решении совершенно нового вопроса. И действительно, благодаря ее энтузиазму, упорству, 1 сентября 2002 года в школу пришли 67 мальчиков в новой кадетской форме. Уже 14 сентября нас посетил глава города Диденко Николай Наумович. Буквально накануне, 13 сентября, мы заметили, что у нас в форме не хватает головных уборов. Приобрели их в течение суток, эти головные уборы. И постепенно форма кадетов подвергалась совершенствованию. Затем разработали парадную форму, разработали свой собственный шеврон. Пришли к тому, что нужны аксельбанты, когда мы идем на парад. И так далее, и так далее. Сеть кадетских классов расширялась. Через некоторое время, года через два, по-моему, мы набрали уже первый кадетский класс. Банькова Светлана Дмитриевна была первым классным руководителем в кадетском классе в начальной школе. Сегодня этих кадетских классов, на каждой параллели существует класс. И создание кадетских классов многое дало нашей школе. Повысился рейтинг школы, повысился результат, который мы можем продемонстрировать. Я думаю, что кадетская идея для ребят очень романтична и привлекательна. Многим она дала путевку в жизнь. Многие ребята наши связали свою жизнь со службой в армии, пошли учиться в учреждении Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, а стали служить в армии по контракту. Воспитывали мы своих кадетов с самого начала всем миром. Нами было заключено 11 договоров совместной деятельности по обучению и воспитанию обучающихся в кадетских классах. Это и договор с химическим заводом «Планта» о трудовом обучении и воспитании ребят. Это и договор с Нижнетагильской среднеспециальной школой милиции. Наши первые кадеты имели прекрасную возможность раз в неделю обучаться на базе школы милиции. Там они изучали криминалистику, историю внутренних дел, получали огневую подготовку, учились информатике, так как тогда в школе даже не было своего класса информатики. Директор завода Хараскин Владимир Петрович очень помогал. Был выделен автобус для доставки ребят в школу милиции и обратно. Выделял средства на приобретение элементов формы, например, галстуков и так далее. Начальник УВД города Кальсин Юрий Михайлович в то время ежемесячно издавал приказ о том, какие службы еженедельно будут встречаться с кадетами школы номер 13. Наши ребята были в клубе служебного собаководства и знакомились с различными специальностями работников УВД, что способствовало их ранней профессионализации. Все эти годы, начиная с 2002 года, с нами рядом депутат городской думы Антонов Владимир Иванович. Он непременно участник всех наших социально значимых мероприятий. То знамя, которое мы сумели приобрести в самом начале нашего пути, было приобретено на средства, которые для нас раздобыл Владимир Иванович. Спасибо всем большое за поддержку и сотрудничество. Первым помощником в этом деле стала учитель математики Челимова Валентина Ивановна, которая была назначена заместителем директора по учебно-воспитательному процессу в кадетских классах. Именно она занималась набором в первые классы кадетов. За успехи в педагогической деятельности Валентина Ивановна награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Ну, самое интересное – это принятие присяги. Первый раз, когда принимали присягу. Я присягу видела, когда у меня в армии служил младший сын. Но там военная присяга. А здесь присяга для этих учащихся. Но она была проведена первая, точно так же, как и вот я видела военную присягу у сына. И детям было интересно. И учили они все уставы вот эти. И готовились сдавать рапорт. Вот это самая первая присяга была надолго в голове. Первые классные руководители, воплощавшие в жизнь работу по принципу школы полного дня, были Солодухина Людмила Анатольевна, Ворская Ольга Анатольевна, Попова Екатерина Кимовна. Много будничных и праздничных дней они прожили со своими воспитанниками и верно направляли их в различные делах и мероприятиях. Были и трудности, и проблемы. Но вместе они смогли преодолеть их и воплотить в жизнь школы новое начинание. Архипов Николай Геннадьевич. Более 10 лет он руководил учебно-воспитательной деятельностью среди кадетов. Нет ни одного ребенка в школе, да и взрослых на поселке Северный, кто бы не знал Николая Геннадьевича. Его заслуги в развитии кадетского образования отмечены премией главы города и почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Именно под руководством Николая Геннадьевича наши кадеты достигли многих высот и стали известны не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Многие социально значимые мероприятия города и района проходили с участием кадетов. И все в городе знали и знают, что на них можно положиться. Кадеты – постоянные участники и призеры областного обороны спортивного лагеря «Патриоты России», Всероссийского форума «Виват России» в городе Санкт-Петербург, молодежно-спортивного форума «Олимпийская завтра России» в городе Сочи, слета кадет Горнозаводского округа в городе Новоуральск, а также мероприятий Ассоциации кадетских образовательных организаций, клубов и классов Сверховской области. Наши ученики получают всестороннюю образовательную и физическую подготовку. Они занимаются силовой, строевой подготовкой, шашками, хоровым пением, хореографией, изучают историю кадетских корпусов. Взаимоотношения в классе строятся на отдельных положениях воинского устава. Обязательный доклад в начале и конце урока, обязательное ношение формы установленного образца, принятие присяги на верность родине, семье, долгу. Не все кадеты допускаются к принятию присяги. Ношение погон надо заслужить. Главное в этих классах – это военно-патриотическое воспитание. Участие в различных церемониях, парадах. Хорошо знают наши кадетов-ветераны, которым они помогают в бытовых вопросах и делах. Девиз кадетов – готов служить России. Слова эти они произносят с гордостью. Готовы идти служить в армию, в органы внутренних дел. Как и наши первые кадеты, нынешнее кадетство чтит своих героев, несет вахту памяти у городских мемориалов и клянется служить Родине. Десять лет назад в коллектив школы влился замечательный преподаватель из школы милиции, майор в отставке Костюркин Виктор Иванович. Ему удалось создать в кадетских классах прекрасный духовой оркестр. Вот уже десять лет Виктор Иванович спешит как на праздник на репетиции Духового оркестра «Звездочки». За свое дело он болеет душой. Для многих его учеников школьный оркестр стал настоящим подарком, ведь на северном поселке нет музыкальной школы, и не все семьи могут позволить вывозить своих детей на занятия в город. За десять лет нотной грамоте были научены более сорока выпускников-оркестрантов. Наш оркестр знаменит не только в городе, где неоднократно удоставился гран-при при городских конкурсах, но и в других городах страны, где коллектив представлял опыт своей работы, в том числе и в Казани, на международном фестивале-конкурсе «Казань-Учезарная», заняв первое место среди музыкальных коллективов страны. В сентябре месяце 2007 года я был принят в штат на должность педагог дополнительного образования специализации «Духовые инструменты». За это время я уделяю самое главное достижение – это создание нового коллектива заинтересованных детей, научить их нотной грамоте, игре на инструменте и полюбить звучание духовой музыки. Но самая главная сложность – это смена участников коллектива, когда одни дети заканчивают школу и уходят, а на их смену приходят новые участники, которых нужно обучать с нуля. Но это моя прямая задача, в которой я заинтересован в первую очередь. Оркестр – это смысл моей жизни, это мир, в котором я живу, это сбывшиеся мечты моего детства. Большой вклад в развитие кадетского движения внесли педагоги дополнительного образования Султанов Риф Архилеевич, Романова Вера Александровна, Матвеев Сергей Владимирович, Гориславский Игорь Александрович, педагоги структурного подразделения «Дружный» под руководством Шиповой Алены Анатольевны. С 2007 года отрядка «Детское братство» входит в состав детской общественной организации «Юнты». Под результатом деятельности отряд под руководством Багдашины Надежды Алексеевны и Барановой Елены Александровны неоднократно был признан лучшим в городе. Очень много хороших и полезных дел было сделано на благо родного города. Быводерская помощь ветеранам, участие в патриотических, экологических акциях и конкурсах, помощь обездоленным детям и бездомным животным. Многое удается коллективу кадетского корпуса благодаря классным руководителям, которые изо дня в день вели и ведут своих воспитанников к высокой цели – служению Родине. Это Архипов Николай Геннадьевич, Шевелев Евгений Павлович, Газко Любимова Владимировна, Мустакимова Любовь Владимировна, Баранова Елена Александровна, Багдашина Надежда Алексеевна, Волжская Ольга Анатольевна, Павлова Галина Евгеньевна, Бунькова Светлана Дмитриевна, Мельниченко Елена Викторовна, Шестакова Валентина Михайловна, Мурашова Светлана Владимировна, Макова Нина Георгиевна, Анохина Ирина Владимировна. Отряд наставников кадетского движения пополнился новыми учителями, которые с большой ответственностью продолжают это дело. Архипов Андрей Николаевич, Худякова Светлана Ивановна, Иребкова Ирина Витальевна. 15 лет кропотливого, необходимого для будущей жизни дела. А что же дальше? А дальше судьбы наших выпускников. За 15 лет присягу приняло более 300 кадетов. Гордостью нашей школы являются выпускники, которые служат примером подражания для сегодняшних кадетов. Субботин Станислав по окончании школы став курсантом Челябинского высшего военного командного танкового училища с отличием оканчивает его. Свою военную карьеру Станислав начинает в горячих точках нашей земли. Сегодня он капитан танковой роты Чеченской республики, город Шали. Выполнял специальное задание в Восточной Украине. Награжден Орденом Мужества. Гордимся и остальными ребятами, которые связали свою жизнь служением Родине. Каждый из них понимает, что приносить пользу обществу можно и на гражданском поприще. Главное – хорошо делать дело, которому ты служишь. Не все выпускники кадеты выбрали военные профессии, но их активная гражданская позиция и социальный опыт, приобретенный за время учебы в кадетских классах, определили их дальнейший жизненный путь. Мы желаем, чтобы их дальнейшая жизнь была олицетворением мужества, а если и понадобится – героизма. Мы гордимся своими выпускниками. В этот праздничный день мы желаем всем, кто связан с кадетским движением в нашей школе, процветания, успехов и достижения в столь нелегком, но интересном труде. Ведь мы, кадеты России, понимаем, что… Дорога наша – Родине служить. Она трудна, но нам необходима. И если будем дружбой дорожить, преграды будут все преодолимы. Нас ждут тревоги, ждут учения нас. Нас ждут казармы в гарнизонах разных. И если даже мы уйдем в запас, мы будем жить активно, но не праздно. Мы честь своих отцов не посрамим. От клятвы мы не сделаем ни шагу. И в грозный час отчизну оставим. В боях прославим доблесть и отвагу. Такая человеческая порядочность, к сожалению, это становится большой редкостью в нашей жизни. И я вижу, что в школе 13 это воспитывается и продолжается в наших детях, в наших выпускниках. Я бы так сказала. Я горжусь этим делом. Я очень люблю эту школу. Очень люблю. Кадетам я прежде всего хочу пожелать, чтобы они всегда помнили, откуда они родом и всегда дорожили честью школы. Но самое главное для кадета, который принимает присягу, я считаю, это горячо любить свою родину, быть настоящими защитниками нашей родины, любить своих родителей. Самое главное – это всегда следовать своей цели и во что бы то ни стало добиться ее. Все зависит от самого себя. Мы гордимся своими выпускниками. И сегодняшним нашим новоиспеченным кадетам, которые приняли присягу, я желаю с честью нести звание кадета, не позорить свою школу, свою семью, поддерживать традиции школы на той высоте, на которой они были созданы. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова